Приветствую вас, Ирина, и, пожалуй, хотелось бы начать с того, что сказать вам, что, ну, вы, в принципе, понимаете все право, то есть вы правильно понимаете ситуацию, правильно ее воспринимаете, вы верно отдаете себе отсчет в том, что происходит и как будет у вас все в дальнейшем. Я думаю только о том, что вы написали вот в своем письме, что у вас был разговор, в котором мужчина Игорь начал как-то вас, ну, собственно говоря, унижать, унижать и оскорблять. И вот вы чувствовали себя униженной, очень растоптанной и так далее. Я очень хорошо понимаю вас, понимаю ваши переживания, понимаю ваши чувства очень хорошо в данном случае. И хочу сказать вам следующее. Чем у мужчины продиктовано подобное поведение? И начать мне бы хотелось с того, что, как вы помните, наверное, ну, я надеюсь, что вы помните, он пытался что-то сделать, да, то есть он пытался как-то вот тоже что-то изменить. Он пытался, ну, вот вы говорили, что он изменился очень сильно, да, вы говорили, что он как-то изменил свое отношение к людям и так далее. И вы знаете, я думаю, что это его попытка была, ну, знаете, таким стремлением вот что-то изменить реально и по факту. Но мужчина, будучи, наверное, не очень терпеливым, да, просто-напросто ожидал результата, который, к сожалению, вот так сразу, так быстро появиться не мог никак. Так, и это, по сути дела, послужило причиной, по которой он сейчас испытывает очень сильное разочарование. То есть, помните, мы с вами говорили в начале, ну, не в начале, конечно, уже, мы с вами говорили о том, что очень важно, для чего мужчина делает вот все те изменения, которые он, ну, осуществляет. Осуществляет. Для чего? То есть, кому это нужно. А если, например, нужно вам, то есть он это делает для вас, да, то это одно. Если это нужно ему, то это другое. И получается сейчас так, что, судя по его реакции, он это делал для вас, не для себя, а для вас. Но обставлял все так, как будто, как если бы это было для него. И то, что он сейчас делает, вот то его поведение, к которому он придерживается, оно свидетельствует о том, что мужчина разочарован. Разочарован он, вообще говоря, всем, чем только можно в отношении вас. То есть, он рассчитывал, что работа с психологом, видимо, позволит вам лучше относиться к нему. Он рассчитывал на какой-то результат, но этот результат, к сожалению, был ориентирован только на его личные предпочтения. На ваши предпочтения и ваше желание мужчина особого внимания, к сожалению, не обращал. И вот это, едва ли не самая главная и самая большая проблема. Почему? Потому что получается так, что... Вот знаете, я мог бы использовать здесь слово классический, но как-то не подходит этот термин классический к данной ситуации. Я бы сказал, что ваша жизнь протекалась так, что вы думали, что Игорь, вот все, что он для вас делает, это вы делаете в мире, что вы делаете для семьи, даже в те времена, когда вы были, может быть, грубоватый, может быть, немножечко небрасно на себя вели, а вы все равно считали, что вы делаете общее дело. А Игорь, Игорь думал, что он складывается в вас, и вы после этого ему обязаны, ему должны чуть ли не всей жизнью. И этот момент, он, к сожалению, именно таков. То есть, у вас отношение к тому, что происходило между вами, оно разное. Для Игоря это, судя по всему, была некая такая инвестиция. То есть, вложение в будущее, чтобы получить самому что-то. Для вас это была жизнь, работа, там, с такими ее негативными и позитивными проявлениями. И получается так, что вы из этой жизни вынесли какой-то урок, вы стали другой, вы стали что-то делать. А Игорь, из-за того, что его желания не оправдали, Игорь остался, по сути, с тем же, чем он и был. То есть, с определенным разочарованием, с желанием того, чтобы другие делали за него то, что он сам не хочет. И при этом, считать себя, ну, если не главным, то, по крайней мере, очень значимым. И вот эта двойственность в его поведении, она, конечно, мешает ему самому. То есть, она мешает ему самому проявлять себя достойно, как мужчину, как мужчине. Она мешает, может быть, полностью взять на себя ответственность за все. То есть, он, вот, например, бросит ваши деньги. Это именно об этом и говорит. О том, что мужчина не готов, не готов полностью взять на себя ответственность за то, что происходит с ним, с его жизнью, с его, там, какими-то моментами и так далее. Но при этом получается, что он в этом же обвиняет вас, что вы его подчинили. Но, знаете, это как каприз ребенка. Вот все вроде бы устраивает, да, все вроде бы хорошо, все вроде бы нравится, вроде бы все, знаете, как, устоялось, все вроде бы прекрасно. Но, тем не менее, все равно постоянно что-то не нравится. И понятно, что нужно постоянно двигаться вперед, понятно, что нужно постоянно развиваться, стремиться, это понятно. Но получается, что мужчина обвиняет вас в том, что есть у него самого И это вы знаете, наверное, все-таки здесь это слово уместно Это классический случай психоанализа Когда человек обращает внимание и предъявляет претензии за то Что является недостатком у него самого То есть он говорит о том, что вы его подчинили, что вы не давали ему жить Но при этом он же сам какие-то свои моменты, какие-то свои достижения получил только благодаря вам Ему, наверное, это неприятно Он и считает, что это задевает его самолюбие Это задевает его самоценку И если раньше он мог с этим как-то мириться Пока у него не было, по его мнению, достаточно устойчивого положения То сейчас он более-менее как-то вот Ну, обустроился на своем месте, может быть, в большей степени почувствовал власть И теперь уже считает, что все то, что вы сделали, допустим, для него Одно Вы просто раскрыли его талант То есть это было у него всегда И он бы это получил в любом случае Знаете, это проявление очень такое низкое Очень не мужское Оно может быть вызвано двумя моментами Первый момент, это то, что мужчины призывают сейчас очередной кризис Кризис того, что, например, вот вы Ну, я не знаю, как это у вас происходит Но, может быть, что вот После того, как вы спрашивали про секс Не знаю, говорили вы ему об этом или нет Давали вы ему позвольте эту сапись или нет Но если мужчина знал, что вы как-то обсуждаете со мной эту тему Эту тему секса То ему, скорее всего, было, ну, не то, что неприятно А у него было ощущение, что вот О его несостоятельности узнал кто-то еще Может быть, кто-то знал Раньше я не говорил, что я первый, кто узнал меня Но ему неприятно Ему неприятно И тот факт, что мужчина Оказался выставлен По сути В виде, ну, выставлен Неумехой секса И тот факт, что оказывается Он-то думал, как? Что ваша сексуальность должна раскрыться Он-то думал, что У вас есть проблемы какие-то А я в своем видео и вам Говорил о том Говорил и говорю Что проблема Это не в вас Не в вас проблем А проблема, скорее, в нем В мужчине, да? И, безусловно, сразу на него Очень много Навалилось Ну, нужных действий То есть, ему, оказывается, нужно Для вас Что-то делать Через себя переступать Тренироваться Если Если Дословно Воспринимать то, что я Вам говорил И все это для него Ну, мягко говоря Тяжело Вот И, конечно Этот чашист Она выбила его из цели Показала, что слишком много Ему нужно делать А он Считает Считает Что Сделал уже Достаточно Для Вас Сделал уже более чем достаточно И вы теперь ему должны И Эта вот Мотивационная сфера Мотивационное, так сказать Поле Его Поведение Оно Вполне вероятно Полкает Мужчина На Такое Вот Отношение К вам А Может быть И Другая Причина Эта причина Связана С Немного Обратным Аспектом И В первую очередь Раскрывается Через Понимание Того Что Мужчина Чувствует Что Достойным Вас Быть не может И Пытается Всячески Теперь Вас Принизить Унизить Показать Что вы Там Некрасивая Противная И так далее Чтобы Самому себе Самого себя Убедить в том Что он Достойный Что он Хороший Что он Прекрасный Что он Красивый А вы Нет Потому что Если по другому Все представить Представить Что это Не вы Там Противная Да А Что это У него Есть Проблемы Да Получается Что Мужчине Нужно Что-то Делать Ну Делать Что-то С собой А он В этом Случае Сталкивается С осознанием Того Что он Делает Что По сути Ничего Не хочет Для Для Этого Ну Для того Чтобы Что-то Что-то Менять Да И вот Вот В принципе Эм Те моменты Которые Вам Нужно Для себя Обоснать Что Не вы Какая-то Плохая Не вы Там Противная И так далее Мужчина Не может Признать Игорь Не может Признать Что он Просто Не дотягивает До вашего уровня Он не может Дать вам То что хочет Это для него Не наносимо И он будет Использовать Все средства В том числе Характерные Средства При Фрустрации Которые Помогают Человеку Пережить Рационализировать То Что невозможно Достичь Ему То есть Процесс Рационализации Является Одним Из Защитных Механизмов Процесс Рационализации То есть Попытка Логического Разложения По полочкам Всего Всего Что с мужчиной Происходит Это И есть Суть Того О чем Я говорю И Эта Рационализация Является Конечно Не Истинным Проявлением Мужины Я надеюсь Вы понимаете Почему А это Значит Что через Свои слова Он пытается Всего лишь Всего лишь И это Тоже Важно Очень Понять Что он Пытается Решить Всего лишь Себя Своё Какое-то Поле Свою Гордость Своё Там Я не Назвал Самолюбие Может быть И Что-то Ещё И Понятно Что Вы Ни в коем Случае Не Являетесь Ну Вот Той Кем Вас Мужины Назвал Это Я надеюсь Вам Очень Хорошо Понятно Надеюсь Что Это Обсуждать Не нужно Я надеюсь Вы не верите В то Что мужчина Вам говорит Ну Вот Тем не менее Вы пишите Что Таким уродом Себя не чувствовали Никогда И так Вас не оскорблял Ни один мужчина А Вы знаете Вот Мне бы не хотелось Чтоб Вы Начали Себе Сомневаться Ирина После Всего Того Через Что Мы С вами Прошли После Всего Того Что Вы Нового Для Себя Открыли Ну Мне Хочется Верить Очень Знаете Не Хотелось Чтобы Вы Начали Сомневаться В Себе За Мужины Ну Давайте Себе Себе Попробуем Подуматься Так Ведь Именно Игорь По привычке Мазаха Его Мужины А именно Игорь Вызывает Самый Проблемный Часть И Именно Игорь Постоянно Чувствует Что Вот От Него Вроде Как Что То Пребуется От Него Вроде Как Что То Нужно Для От От Оно Для Того Чтобы Вам Это Было Хорошо А Он Все Это Дать Вам Не Готов Почему Возможно Приделось Так Именно Потому Что Он Привык Что Вы Его Тянете За Собой Все Время И Пока Вы Его Тянули Его Все Устраивало А Сейчас Вы Перестали Тянуть И Его Перестало Это Устраивать То Ему Было Удобно Пока Вы Его Тянули Его Устраивало Это Во всех Смыслах Отношения Он Считал Что Вы Его Тянете Он Делает То Что Вы Хотите И Все Доволен Вы Доволен Что Получаете То Что Вам Нудено Мужчина Доволен Что Делает То Что Вы Хотите И Без Разницы Что В общем-то Вы Помогаете Ему Что Вы Решаете Все Важные Вопросы Мужчина Главное Счувствует Теперь Когда Вы Даете Ему Свободу Мужчина Теряет Привычный Образ Жизни Привычную Модель Поведения И Счувствует Что Свободу Чувствует Что Требования Ему Теперь Только Увеличились Этих Требований Ну По сути Дело Стало Больше Только Лишь И Это Ему Ну Никак Не Может Нравиться Точнее Это Ему Совершенно Точно Не Нравится Не Нравится Что Требований К Нему Стало Гораздо Больше Теперь Когда Вы Перестали Брать На себя Ответ Ответ И Мужчина Посчитал Так Что Мало того Что Вы Раньше Всегда От него Что-то Требовали На него Давили И так далее То теперь Он еще Что-то Должен Для вас Делать Сам Ну По его Мнению Это Несправедливо И Плюс Еще К тому Что Вы Секция Выставляете Его Очень Плохом Свете Все Это Повлияло На то Что Мужчина Ну По сути Дело Перестал Хотеть Именно Вот Знаете Для вас Именно Для вас Что-то Делать Потому Что Ему Неприятно Вы внушаете Ему Неуверенность В себе Отсюда Собственно Говоря Все Оскорбления Отсюда Собственно Говоря Все Его Претензии К вам Ну И Так Далее Вы Поймите Что Он Не Считает Вас Кем То Вот Ну Тем Кем Вы Ну Себя Назвали Кем Вы Привели Привели Себа Он Вас Таковым Не считает Но Ему Нужно Как-то Ему Нужно Как-то Как-то Принявить Вас Чтобы Ему Было Самому Легче И Это Надеюсь Что Эти Оскорбления Нужны Ему Они Они Употребили Для Него Не Для Вас И Действительно Если Вы Знаете Что Вы Красивая Женщина Что У вас Все В Паренске Я Думаю Что Задели Вас Его Слова Потому Что Может Вы Сомневаетесь В том Что Вы Способны 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 Это Еще Раз Повторю Проблема Мужчин То Есть Оскорбления Это Всегда Отременность Того Кто Оскорбляет Это Всегда Проявление Его Неудовлетворенности Его Дефицита К вам Эти Оскорбления Не Имеют Никакого Отношения К вам Эти Оскорбления Вообще Не Отношения Они Но Чисто Личный Характер Вот Далее Мужчина Вы Вы Печите Что Мужчина Не Верит Вам Что Он Говорит Что Было То То И То И Этот Момент Для Меня Вообще Не Ясен То есть Вы Все Что Делали Все Делали Для Него Никогда Его Не Изменяли Не Обмазывали Если Я Правильно Понял И Так Далее Но Факт Тот Что Игорь Считает Что Вы Должны Пройти Гипер Умный Семинар Где Презойдет Чудо И Вы Все Поймете Вы Знаете Это По Сути Дело Ну Настолько Вот Настолько Сильный Отказ Понимать Что Проблема В нем Выгодит И Настолько Сильное Желание Перевалить Ше На Вас Что Я Думаю Это Вот Его Была Попытка Что Изменить Он Понял Что Слишком Сложно Меняться Для Него Ему Действительно Наверное Сложнее Меня Зачем Вам И Он Просто Понял Что Нет А Зачем Меняться Если Вам Должны Меняться Вы То То Это Такая Реальция На Возможность Все Это Изменить И Все Что Он Говорит До Этого То Не До Этого Что Он Говорит После Этого Прошу Прощения Это Подтверждает И То Что У Него Любовница Которая Будет Восполнять Сво Подорванное Достоинство И То Вы Некрасивая Точнее Противная Противность Противность Это Очень Такое Специфичное Понятие Оно Оно Знаете ли Раскрывается Через Вообще-то Зовсем Другие Аспекты Я надеюсь Что Вы понимаете Что к Вам Оно Никоим образом Не относится И В общем-то Понятно Что Он Пытается Вас Принизить Говорит Что В отношениях Кладываться Не будет Ага И Ставит Вам Условия Либо Вы должны Его принять Либо Будет Любовница Но Это В общем-то Знаете Как Вот Если представить Себе Да Что Алкоголика Алкоголика Заставили Какое-то Время Не пить Вот Он Не пил Да Какое-то Время И Ваш Мужина Какое-то Время Пытался Быть Лучше А Потом Этот Человек Ну В моем Примере Алкоголик Он Надеялся Знаете На Какое-то Ну Силе Ничего На То Что Придет Само Что-то Хорошее Да Придет Само Что-то Лучшее И Не увидя Ресультата Человек Вращается К привычному Поведению Но С еще Большим Рвением С еще Большим Каким-то Вот Знаете Остервенением Да И С еще Большим По сути Пониманием Того Что Он Правильно Все делал Мужин Это На самом деле По По его Мнению Он Абсолютно И Полностью Все Правильно Делал А Вы Внушили Ему Большой Виноват Внушили Ему Ложную Надежду Что Если Он Изменит Своё Поведение То Все Будет Вообще Говоря Немножко По-другому И Вот Это Точно Достаточно Знаете Серьезная Ошибка Серьезная Ошибка Именно Со стороны Мужины Потому что При Изменении Своего Поведения Меняются Принципы Удовлетворения Вообще-то Желаний И Если Эти Желания Ранее Удовлетворялись Одним Скажем Образом Одним Путем То Теперь Они Начинают Удовлетворяться Несколько Иными Иными Способами И на то Чтобы Вот Ну Скажем Так На то Чтобы Адаптироваться К этим Аспектам Нужно Время И Время Вообще-то Достаточно Не маленькое Время Нужно Ну А Игорь Ждать В общем-то Видимо Не захотел И это Конечно Его большая Проблема Из-за чего У вас И Все проблемы Появились По моему Мнению Игорь Не захотел Удовлетворять Свои Желания Которые у него Были Свои Смешни Другими Способами Он понял Что слишком Тяжело Тяжело И Мотивов У него было Недостаточно Потому что В глубине души Он считал Что вы Ему Что-то Да и Вы ему должны А он Не должен Ничего Он и так Много Семь для вас Делал Он и так Потерял С вами Свои Годы Это Разочарование Которое В нем Сейчас Это знаете Такой Вот Такой Бунт Родифас Он конечно же Может Пройти Бунт Может Пройти Мужчина Может Одуматься Может Вернуться К вам Сказать Что нет Никакой Любовницы У меня нет Кстати Здесь Есть Противоречия То есть Или Может быть Это мне Так показалось Что Вы Либо Принимаете Его Либо Будете Любовницей То есть Пока Любовницы У него нет Да По крайней Мере Получается Из тех Я думаю Что Любовница Это Вообще Знаете Прощупывание Почвы То есть Мужчина Хочет На как Вы Будете Реагировать На то У него Появится Любовница Я Не думаю Что Любовница Потому Что Ну Надеюсь Что Он Вот Как Я Мужской Интуиции Понимает Что Если Такую Женщину Как Вы Отгровенно Предать Что Она Никогда Не Будет С Мужчиной А Такую Женщину Как Вы Встретить Достаточно Сложно И Терело И Я Надеюсь Что У Игоря Это Все Так Кризис А Потом Он Возьмет Себя В руки И Начнет Что Делать Но Если Не Начнет А То Что Сейчас Происходит То Все Очень Плохо Он Вас Оскорбил И Унизил Причем Ударил По Самому Больному Наверное По Самому Личному По Самому Интимному Вот Уже Это Простить Достаточно Сложно Очень Сложно Ну И Конечно Можно Это Мужчина Покаяться Вообще Во всем И Начнет Стануть Что Это Меня А С Другой Стороны Если Это Не Было Вспышно Если Это Было Действительно Что Такое Очень Осознанное А Вот То Что Вы Говорите Дом Потом К Вам Подошел И С Вами Спросил Сделали Вы Сделали Ли Вы Выводы Из Вашего Разговора То Есть Вы Еще И Выводы Какие То Делать Должны Ну Не Отличительно Складывается Ощущение Что Вот Знаете Ну По Сути Работает Защитный Механизм То Есть Мужчина Мужчина Хотел бы Что-то Изменить Хотел бы Что-то Исправить Но При этом Абсолютно Нет у него Никаких Ресурсов Для этого Внутренних Нет Мотивов И Собственно Говоря Из-за этого Простало Расчарование Которое Пытается Купировать Отстранением И Отдалением От того Что ему Важность Ему В душе Очень ценно И он готов Это Брелять Просто ради Того Что не готов Для этого Что-то делать Для сохранения Этого Что-то делать Что-то Очень печально Это не Характеризует Игоря Как мужчину Это не Характеризует Игоря Как Человек Который Готов Бороться За свою Женщину Может Потому Что Он Не верит В то Что Вы Готовы От него Уйти Может Потому Что Он Не верит В то Что Вы Полностью От него Оторвет Может Потому Что Не верит В то Что Может Жить Без вас Для этого Время Настолько Привык Быть Это Это Решать Вам Я Думаю Что Уже Была Одна Попытка Изменить Того Жего Мужину Когда Вы Думали О том Что Он Действительно Поменялся Когда Вы Думали Что Он Действительно Изменил Своё Поведение А Это Оказалось Фикцией И Фикция Достаточно Знаете Оказалось Болезненной Для вас Потому Что Когда Ну Потребовалось Действительно Серьёзные Какие-то Шаги От Вашего Мужа Он Прекращал Их Не Делать И Выбрал Путь Наименьшего Сопротивления Причём Сделан Это Довольно Таких Грязной Форм И Вот Нависит От Того Насколько Вы Всё-таки Своим Удем Дорожите Насколько Вы Готовы Ли Его Простить Там Не Габы Ли Его Прощать Ну И По Сути Так Далее Я Надеюсь Что Вы Выберете Правильный Вариант Чтобы Потом Не Жалеть О О Том Что Вот Вы Ну Там Чего Нибудь Не сделали Вы Что Нибудь Ну Не так Поступили То есть Главное Чтобы Вы Решали Все Вопросы Главное Чтобы Вы Поступали Именно Так Как Вам Диктует Ваша Интуиция Ваши Ощущения Ваши Переживания И чувства Вот это На самом Деле Самое Главное Все Остальное Это По сути Дело Не Ваши Это Вам Кто Будет Говорить Например Родные Или Кто Еще Типа Ну Прости Его Он Например Ни в чем Не виноват Или Он Одумался Вернется Теперь Все Будет Иначе То Случат Таких Людей Нужно Знаете С очень Большой Оговоркой С очень Большим Я бы Сказал С очень Большой Оглядкой На То Что Эти Люди По сути Они Ведь Живут Ну Они Ведь Живут Своей Жизнью Они Не Живут Вашей Жизнью И Ваша Жизнь Это Совсем Не То Что И Их И Рассуждать Очень Легко Рассуждать А Вот Переживать Самой Эту Ситуацию Гораздо Сложнее Поэтому Вернется От Вас Если Говорить О Прощении То Прощение Это Конечно Та Стыдя Которая Является Чисто Моральной В каком Смысле В смысле Того Что Ну Это Всегда Личный Выбор Кат Прощение А вот Чисто Сотворить И Может быть Такая Статка Что Он На Вас Отыгрывается Ну Знаете За То Что Вы Помыкали Вами И Это Это Надо Очень Фильный Человек Не Угодать И Более Вас Далее, что касается работы с психологом, то, конечно, гарантии, что будет результат от работы с психологом, дать никто не может. Почему? Я вам такую вещь на это могу сказать. Вещь, на мой взгляд, довольно-таки показательная, она очень такая, я бы сказал, ну, не то чтобы правильная, она просто очень здорово передает то, что я, ну, ту мысль, которую я вам хочу выдать. Вот был у меня недавно человек, такой, знаете, человек, не клиент, а именно, вот, человек. И этот человек, наверное, вы видели в тему на форуме, рассылал этот человек какие-то тесты другим экспертом. То есть просто в тесты, и все, и все. Он, как каждого эксперта, проверял, если можно выразиться так, на вшивость. Ну, и как вы думаете, вот, если такой эксперт проверяет человека на вшивость, то он, как вы думаете, может что-то, вообще говоря, получить от эксперта? Может он какие-то результаты работы получить или нет? Я думаю, что нет. Почему? Да потому что все очень просто здесь. Чего человек хочет, то он получает. Понимаете? Если нет желания у кого-либо работать, то не будет и никаких результатов работы. Помочь можно только тому, кто реально хочет. Помочь можно тому, кто сам настроен на работу. Видите ли, какая интересная получается ситуация, ваш мужчина, оказывается, ждет, что вы пройдете какой-то суперумный, как вы сказали, тест, да, который поможет вам осознать какие-то вещи. Ну, логично предположить, что мужчина, скорее всего, мужчина, скорее всего, ожидает от работы с психологом, вот, ну, от своей работы с психологом, да, того же самого. Он тоже ждет, что будет какой-то результат моментальный, быстрый, я уж не знаю, там, какой именно он ждет результат, но тем не менее, без каких-то его усилий. А если этого результата, скажем так, по мнению мужчины не будет, то в этом виноват, конечно же, кто? Правильно, в этом виноват эксперт. Ну, или психолог, в данном случае, в данном случае, это не так важно. Вот и все. Понимаете? Это, по сути, единственное, что нужно вам понимать. Что нельзя помочь тому, кто сам этого не хочет. Поэтому гарантию не дает никто, это действительно так, но гарантия есть всегда, тогда, когда человек сам хочет решить какие-то свои проблемы. Вот нужна помощь человеку, да, мы с радостью ему поможем. Ну, а если человеку помощь не нужна, так как же можно помочь в данном случае? Ну, я надеюсь, вы это сами понимаете. То есть, этот момент, я надеюсь, тоже разобрал. Дальше. Теперь по поводу вашего вопроса. Значит, когда вы говорите, как вы думаете, если обратитесь к своим друзьям, придется рассказать, что у вас проблемы с мужем? Вы знаете, отвечая на этот вопрос, мне хочется вам сказать следующее. Вам не обязательно говорить, что у вас проблемы с мужем, потому что посвящать или нет этих людей ваши личные проблемы решать вам. Вы можете сказать просто, что вам нужна помощь. И все. Тактичные люди, тактичные, вежливые, образованные, интеллектуальные люди, коими, я думаю, являются ваши мужчины, которым вы хотите обратиться за помощью. Тем более, что, уважительно к вам относясь, прошу прощения, они не будут задавать никаких вопросов. Они просто вам помогут, и все. Поэтому, я считаю, что в этой ситуации вам не нужно говорить лично, вам не нужно говорить того, чего вы не хотите говорить. Не нужно этого. Важно, чтобы вам было комфортно. Важно, чтобы вы не предавали своих личных границ. Важно, чтобы вы, ну, не говорили с людьми о том, что является лично вашим нет ничего хуже, когда перед другими людьми выставляют свои личные проблемы. Вы и так чувствовали себя уничтоженным фигурим. Не надо еще больше этого унижения. А сейчас, скажите так, развивать. Ну, не стоит оно того. Правда. Значит, еще раз, мужчина, если, вот, другой мужчина, если он воспитанный, верьливый, обхабительный, оказывал вам знак, внимание и уважает вас, никогда не спросит о том, что с вами произошло. Просто поможет, и все. Если стражер, значит, это не такой уж и уважительный человек. Ну, то есть уважающий вас человек. Почему? Потому что он понимает, что об данный вопрос нарушает личные границы. А личные границы нарушать нельзя, не для того человека, которого ты уважаешь. И если вы захотите, вы сами расскажете. Но это ваше право. И это ваше право, рассказывать или нет. А их право, помочь вам или нет. Но расспрашивать о таких вещах, или делать намек, что они хотят, знать. Ну, это, это не очень уважительное отношение. Поэтому не думайте об этом. А просто попросите помощи, все будет понятно. Итак, ничего вам объяснять не придется. Абсолютно. Может, они все поймут. Сами. Может быть. Пусть так, пусть понимают. Это их право. Пусть понимают сами. Но, если они сами поймут это одно, если вы искать где-то другое. Если сами поймут, значит все, что вы о них писали, правда. Если не поймут, значит, вы немножко ошибались на исчез. И придется искать других людей для помощи. Далее. Далее, значит, то, что Игорь подошел к вам и спросил, сделали ли вы вывод из вашего разговора. Я, в принципе, об этом уже говорил. Что это его поведение, оно, видимо, запланировано. То есть Игорь специально хотел создать такую ситуацию, при которой вы пройдете через этот разговор и посмотреть на то, как вы отреагируете и что вы вообще собираетесь делать. Что это напоминает его стратегию. Стратегию по изменению не себя, а вас. И парадокс, знаете, вы не видите, но я улыбаюсь. Парадокс заключается в том, что обычно больше требований к тому, чтобы измениться, предъявляются тем людям, которые сами пытаются меняться. И предъявляют те люди, которые сами меняться, никак не желают. Вот это, наверное, это, наверное, одно из самых парадоксальных вещей. Хотя парадокс здесь только на поверхности. А в действительности, если подумать, если рассудить здраво, можно так сказать, если рассудить здраво, то все, наверное, все кажется достаточно понятным на самом-то деле. И это понимание раскрывается, знаете, через что? Это понимание, в принципе, раскрывается через осознание того, что человек думает, «Ага, если я меняться не хочу, а вот другой человек, ну, в частности, вы, меняться хочет, то, значит, пусть он за меня и делает чью, вообще-то говоря, самую грязную работу. Вот. А я делать ничего не буду. Человек меняется, человек хочет меняться, вот пусть он и меняется. Потому что почему человек меняется? Начнем с того. Почему человек вообще меняется? А меняется человек, вообще-то говоря, потому, что он либо в чем-то не уверен в себе, да, в чем-то он там сомневается, либо, простите говоря, человек хочет стать лучше. Ну, и эту подсознательную неуверенность вот человека, который хочет меняться, другой человек, который в себе уверен, он использует в своих целях. Это называется, знаете как, это называется немного оскорбительный, на мой взгляд. Это называется дурной, но хитрый. То есть, человек уверен в себе, он настолько в себе уверен, что для него не представляется вообще не только нужным, но и важным меня меняться. Но если вы меняться захотели, значит, с вами можно манипулировать, потому что есть благодатная почва для того, чтобы вы менялись. Благодатная почва для того, чтобы на вашем желании меняться, а сыграть. И сыграть так, чтобы самому отдаться выиграть. Но при этом мужчине меняться, конечно же, не нужно. А зачем? Он и так во всем уверен, у него и так все хорошо, он, вообще говоря, исключительно во всем прав, и все. поэтому именно в этом и заключается парадокс. Если человек видит, что другой человек хочет меняться, то и таким человеком, который меняться не хочет, диктует страх. Какой страх? Диктует такой страх, что, ну, во-первых, обстреливаясь, то есть человек, который хочет меняться лучше у него, если у него получится измениться, потому что человек, который меняться не хочет, уверен, что измениться нельзя. Ну, а если уж тот, кто хочет меняться, начал это делать, то, почему бы не сделать его таким, каким хочет его видеть, человек, который меняться не хочет. То есть, как видите, здесь одновременно и страх, что человек изменится, и в то же время попытка построить под себя, потому что нежелание меняться это всегда эгоизм это всегда изрядная доля эгоизма, к сожалению это точно можно сказать по поводу того, что к вам пришел Игорь и спросил, какие выводы сделали из разговора с ним теперь дальше попросил денег на газон ну вот этот момент он пожалуй самый такой неоднократный что ли потому что казалось бы, ну хочет он обрести отважные зависимости вот он всем свое поведение показывает, что вы должны на вас не больше свободы что вы его подчиняли что вы ломали жизнь и тем не менее он просит деньги у вас на газон знаете в этой ситуации в этой ситуации я бы вам мог бы порекомендовать только одно ну среди того что вы описали да среди того, что вы не хотите больше нести ответственность за расходы и так далее просто говорить ему так вот эээ кроме тех денег которые рассчитаны на детей определенная сумма если ты считаешь что нам нужен газон то бери вот кроме тех денег называйте ту сумму которую ему нужно обязательно оставить да и все и все и пусть сам решает нужно ему или нет вы как женщина и как мать заботитесь о детях и на детей вы оставляете определенную сумму это это ваше право и обязанность оставлять деньги на детей а вот в том доказательство все остальное решается поэтому если вы хотите снять с себя ответственность определение доходит что именно так стоит поступать еще раз повторю если вы хотите если я правильно вас понял если у вас это желание по-прежнему есть потому что у вас есть желание поступает именно так дальше очень хочется видеть что он даст вам продать дом и здесь будет проблема потому что ваша жизнь привозится в ад мне мне тоже надо жить ну во-первых вы знаете я думаю что дом если он был построен в период вашего брака вам об этом писали и об этом вы писали скорее всего если дом ваш был построен в период брака то половина этого дома принадлежит вам и вы имеете право как собственника просто-напросто как бы продать свою долю этого дома своему мужу то есть муж в этом случае должен будет выкупить у вас долю этого дома вы знаете вы земельный юрист и я если честно мне кажется я говорю вам очевидные вещи вот я точно просто юрист ну без как я вообще по гражданской специализации больше учился вот но земельное право тоже вроде как помню и поэтому это даже не земельное право это скорее земельное же вот то есть вы имеете как супруга на половину дома если дом был построен в период драка и соответственно вы получаете половину стоимости дома можно выкупить вашу долю и на эти деньги вы можете купить себе квартиру это то что вам положено по закону и поэтому может быть даже дом продавать не придет может действительно действительно не захочете его продавать скорее всего потому что это он построил это ему это как бы ну знаете накрыть дом посадить дерево да вот и это действительно слишком его поэтому он скорее всего не захочет этого дела но выход сюда можно найти и если он не захочет добровольно с вами решать этот вопрос то тогда мы прибегнем к закону но закон я думаю будет на вашей стороне закон всегда поддерживает тех женщин которые разводятся я думаю что вы не оценитесь без крыши над головой я думаю что просто при правильном подходе все у вас будет хорошо тем более что мужчина сам юрист и он понимает что если он будет с вами судить то он скорее всего дело проиграет если у мужчины остались еще остатки адекватного мышления хотя я если честно вот по вашему почему сильно сомневаюсь в этом то он ни за что не будет стягиваться с вами в судебные ящобы просто потому что у него там нет шансов я надеюсь это понимает он я надеюсь это понимает и вы но я надеюсь так же что права вам ваши я сказал на всякий случай если вы об этом не знали или забыли хотя я сильно сомневаюсь в том что вы этого не знаете так как вы юрист я думаю что юрист достаточно профессиональный ну что ж на этом я думаю можно закончить в принципе все я вроде бы разобрал не буду больше терять время желаю вам всего доброго и время желаю вам сил желаю вам мужества желаю вам терпения желаю вам веру в учебу оптимизма я не обращаюсь но не подумайте вы можете обратиться ко мне еще если у вас будут какие то вопросы но тем не менее я понимаю но тяжело я желаю вам просто понять все что я сказал и вам сразу станет легче потому что вы человек интеллектуальный эрудированный я не думаю что с этим будут проблемы всего доброго и рихина до свидания